Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенджева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17,22. В горах местами до плюс 16. В горах местами до плюс 28. Местами высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19,21. В днем плюс 31,33 градуса. Уровень качества жизни населения в цифрах. Органы государственной статистики осуществляют ряд мероприятий по организации проведению выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, содействия занятости населения в 2023 году. Также сотрудники Росстата готовят новых специалистов для повышения качества деятельности ведомства. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. За текущий период органами государственной статистики предстоит выполнить ряд мероприятий по организации и проведению выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Как отмечают сотрудники Росстата, это позволит определить степень фактической потребности и удовлетворенности населения объемом и качеством услуг, относящихся к социальной сфере. Это очень важная, востребованная на сегодня информация. И мы проводим различные обследования для как раз выполнения задачи по формированию вот этих данных об уровне и качестве жизни населения. Какие обследования мы проводим? Мы проводим регулярные обследования, это обследование бюджетов домашних хозяйств. И также проводим единовременные наблюдения по различным социально-демографическим тематикам. Это, к примеру, изучение уровня дохода и участия населения в социальных программах. Это изучение рациона питания населения, изучение суточного фонда. В органах государственной статистики важную роль играет наставничество, что позволяет подготовить новых специалистов, которые ведут опросы с респондентами и собирают необходимую информацию. Когда приходит к нам новый работник или молодой специалист, мы стараемся приложить все усилия с тем, чтобы он наиболее легко и без стрессов, скажем так, вошел в новую профессию и как можно быстрее смог реализоваться в ней. И мы берем шефство над каждым вот таким новым человеком. Мы получаем важные знания, которые нам очень помогут в нашей работе. И, безусловно, обучение под руководством подшефного наставника повысит уровень грамотности и профессионализма, отмечают обучающиеся. Самую большую роль в нашей работе – это играет наш наставник в офисе, который дает нам знания, которые мы применяем на практике. Поэтому большое спасибо большое наставнику за их труд и терпение, потому что это очень тяжелый труд. Много недопониманий, потому что новое все знакомое, непонятное. А у них большое терпение с нами в работе. После завершения первичной подготовки специалистов обучение на этом не останавливается, а плавно переходит в непрерывную стадию, направленную на дальнейшее совершенствование приобретенных сотрудниками навыков, знаний и умений. Али Халипшоков, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok